Субтитры сделал DimaTorzok Что могу сказать? Турнир теперь будет выходить в немного другом виде. Теперь будет что-то типа нарезки кадров. Короче, а не кадров, а нарезки видео. Так что приятного просмотра. Ну а сегодня у нас сражаются Dessepticon Laserbeak и Dessepticon Galvatron. Приступим. Ну а начнем мы с Лазербека. Лазербек является Dessepticon, должность у него разведчик. Из оружия у него имеется это его пулемет, а также ракетница. Также из преимуществ данного Dessepticon в том, что он умеет летать. Из минусов маленький. Также в плюс можно добавить то, что он быстрый и ловкий. Ну, за счет того, что умеет летать. Дальше. Ему очень нравится выполнять свою работу. И он ее делает до конца. Выполняет. Плюс еще он может трансформироваться в любую бытовую технику и даже розового бамблбе. Но, как ты сказал, минус в том, что он маленький. Его можно взять просто в руку и раздавить. Что ж, перейдем к Гальватрону. Итак, переходим к Гальватрону. Он является прототипом KSI и лидером прототипов Dessepticon. Трансформируется в Грузови на 2013 года. Фредлайнер Аклос, вроде бы. Если я говорю неправильно, то поправьте в комментариях. Из вооружения у него имеется это его лезвие, а также ракетница. Плюс у него находится в животе дробилка, благодаря которой он может поместить туда оружие врага и раздавить его, а может даже и целую руку. Вы не обращаетесь, что тут кадры с Мегатроном. Просто я так хочу. Итак, переходим к остальным характеристикам. Итак, у него нет как таковой души, так как он просто являлся вместилищем, где находился Мегатрон. Из плюсов у него есть плюс еще то, что он умеет распасться на частицы. И я не понимаю, почему многие протоформы не воспользовались этим. Но я это тоже буду учитываться. Так как Гальватрон и Стингер отличаются от других более сильным интеллектом, то можно предположить, что они бы могли в случае какой-то беды, если им какую-то конечность отрубили, распасться на частицы. И вы знаете, как костюм Тони Старка в Мститлях-3, Мститлях-4. Попробовать взять и те частицы, которые в более ненужных центрах, убрать туда, куда они более нужны. И да, тогда теми ставлю плавную. Но вам никто не запрещал делать так, точнее, им никто не запрещал делать так, чтобы они прямо на ходу эти частицы меняли. Но, возможно, у них есть какой-то код, который не позволяет им так делать. Так что это может послужить оправданием. Но, как я и сказала, в случае, когда в них что-то следует, они просто могут распасться на частицы, по крайней мере, Гульбатрон. Но решать не мне, а вам. Так что вы были на канале Ватлер Тупри. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь, пожалуйста, на канал, потому что сегодня мне пришло уведомление от Ютуба, что у меня посмотрели 955 разных пользователей, а подписчиков у меня всего 41. Так что не поскупитесь и подпишитесь. Всем удачи и всем пока. Голосуйте в комментариях честно.